здравствуйте говорит александр сегодня у меня на обзоре вот такой кулер от deep cool модель as500 plus с двумя вертушками сразу в комплекте данный кулер был представлен совсем недавно и вроде как судя по тестам не наступает легендарному кулеру от noktua который между прочим двухсекционный этот всего лишь одно секционный правда данная модель с большими вертушками на 140 миллиметров ну что ж посмотрим что там внутри начинаю открывать коробку кстати взял я его в онлайн трейде с бонусами со всеми скидками обошелся мне в 4 300 ну это потому что подарочные бонусы плюс скидка там была на эту модель а так она в магазинах стоит где-то 5 5 с половиной я успел ухватить в онлайн трейде по этой цене за 4 300 здесь у нас крепление а бэкплей то походу железный но к этому еще вернемся посмотрим на кулер он в коробке запакован так молодцы сразу вертушки стоят ну что чтобы проводить внешний осмотр снизу у нас видно 5 теплотрубок главное не забыть эту наклейку отодрать вертушки большие дипкуловские 140 миллиметров еще у них особая конструкция лопастей вроде как улучшает воздушный поток давление воздуха вот такая модель вертушки сейчас попробую снять посмотрим на сам кулер так вертушки 4 пиновые конечно же это хорошо даже очень кстати здесь еще подсветка rgb так вертушка 2 тоже 4 пина и для подсветки есть коннектор какой-то такой возможно там что в комплекте какой-то переходничок идет чтобы включать но пока я вижу только вот давайте посмотрим на радиатор высота кстати говоря заявленная производителем кулера 164 миллиметра то есть он может казаться тонким кстати удивительно вроде он такой небольшой люди там в обзорах тоже удивляются как вот этот кулер может соперничать с ног то который двухсекционный меня для него есть конкурент это ассасин 3 и поверьте мне дико интересно посмотреть сравнить вот этот кулер с ассасин 3 потому что у меня был выбор либо взять еще один ассасин 3 либо пробовать взять этот кулер у этого кулера преимущество перед ассасин 3 в том что он занимает меньше место и вроде как можно не бояться если там оперативная память с большими радиаторами то есть он ей мешать не должен все то что он ну не такой толстый соответственно оперативка здесь уже не будет влиять посмотрим еще внимательно как 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 теплотрубки его пронизывают они тут раз-два вот здесь ну вроде все достаточно хорошо посмотрим на крепление так дипку положил какую-то свою термопасту но у меня есть проверенное временем arctic mx4 это у нас очевидно для rgb подсветки на материнскую плату можно просто от сата подключить какой-то пультик есть кнопочки можно здесь видимо режимы переключать можно я честно говоря даже не буду подключать у меня корпус так стоит что ничего не видно тоже для подсветки а вот это вот эта штука да это разветвитель на две вертушки то есть если у вас материнская плата не имеет возможность подключения двух процессорных вентиляторов то с помощью этого разветвителя их можно подключить жалко что дипку в другие модели этот переходничок не добавляют в гаммакс 400 обновленным который там с двумя вертушками его прям не хватало мне ничего посмотрим на само крепление я сейчас уже точно не помню у ассасин 3 я от ролик снимал можете посмотреть а прямо такая только не знаю а это intel это на intel судя по всему для amd используются родные крепления района это родной backplate а intel используется вот такое железное прям конкретное то есть металл металл такой толстый хороший ну это радует что не пластик ну и здесь вот эти железки установку я должна достаточно простая как как и ассасин 3 поэтому я думаю с этим проблем не возникнет ну что сейчас я проведу тестирование ассасин 3 замерю температурки потом поставлю этот кулер и сравню вот будет удивительно если этот кулер окажется даже лучше но или как минимум не хуже а если и хуже то всего на чуть-чуть вот это будет очень интересно сравнить его с двухсекцион ником ассасин 3 ну что ж сейчас начну тесты и поставлю этот кулер решил снять как выглядит основание только что снял защитную пленочку какая-то тут камера не фокусируется на отражение небольшие царапинка есть статья вот такого только сейчас сейчас только сейчас я снял и еще какие наблюдения ну допустим процент это вообще атлон 200 г но не суть вот так он стоит допустим на кулере то есть с процесса уходит тепло кристалл там у него где-то в центре и вот так вот крайние тепловые трубки но они тут напрямую с процессом можно сказать и не контактируют по факту работают вот эти пять с этим кулером все тепловые трубки как раз имеют по размерам с процессом то есть вот проц вот он и тепловые трубки они полностью проходят через крышку процессора в данном случае не все тепловые трубки проходят через крышку процессора этим крайним тепловым трубкам я думаю тепла достается поменьше а здесь все теплотрубки работают ну что сейчас поставим и узнаем так ли оно все замечательно а да еще кстати для сравнения габаритов ассасин 3 и вот этого насколько большой ассасином двухсекционный большие секции и насколько мало это если это действительно так и обзоры не врут что эта штука работает как но кто и этот тоже сравнивали сравнивали с но кто то это прям будет бомба кстати одна из причин почему решил попробовать новый кулер это то что ассасин 3 занимает компе прям очень много места я очень-очень и еще он имеет проблему совместимости потому что найти корпус который позволяет ставить кулера от 170 миллиметров не так-то просто ну по крайней мере так было несколько лет назад сейчас варианты появились всякие интересные но тем не менее тот же самый deep cool делает неплохие кулера но у него мало моделей корпусов которые позволяют поставить ассасин 3 и так чтобы стекло не вплотную ложь сюда ложилась и еще ассасин 3 имеет недостаток в том плане что сейчас кулер вентилятор стоит вплотную на оперативной памяти и будь у меня оперативная память даже с небольшим радиатором он бы поднялся вверх и корпус уже мог бы не закрываться а этот корпус позволяет поставить кулер высотой примерно ну там 172 сантим 72 миллиметра но некоторые корпуса по могут поставить только 164 там 166 и именно поэтому и с 500 плюс вроде как должен быть значительно более совместимым нежели ассасин 3 охлаждение у него вроде как должно быть не хуже но это мы сейчас узнаем вот смотрите как он там на оперативке прям стоит оперативка будь с радиатором это вообще сюда бы улетел такая массивная штука примерно 10 минут тестирую ассасин 3 в тесте prime 95 а такие температурные показатели 63 градуса и они полностью стабильные так у нас prime 95 тест идет температурка 63 градуса сейчас установлю дипкул с 500 плюс и посмотрим какие будут у него показатели перед установкой кулера решил посмотреть инструкцию и для вас за одним подснять материальчик кому-то может будет интересно как устанавливается проц на intel кстати на intel комплект идет железный бэк плейт здесь ничего особо хитрого вкручиваем бэк плейт вкручиваем от эти штуки потом на них крепим кулер так на 2011 сокет просто вообще все там эти вкрутите все под амд платформу используется родной бэк плейт кстати вот он родной бэк плейт амд шный и это на мой взгляд лучше чем вот такая штука которая у ассасин 3 надо пластиковая просто бэк плейт почему нельзя ничего сложного использовать родной бэк плейт который уже есть который достаточно жесткий хороший металл тут прям плотный сейчас уже да кстати подключение джейби подсветки ну что сейчас уж точно буду ставить сейчас просниму для вас может кто то что не заметил поставил кулер в комп он значительно компактнее чем ассасин 3 и теперь можно совсем не переживать за оперативку с высоким радиатором кстати кулер даже немножко будет тянуть воздух и соответственно оперативка даже охлаждаться будет более того сзади на систему питания материнской платы от вертушки тоже прилетает поток воздуха что положительно будет сказываться на охлаждение ну и здесь сбоку соответственно тоже потоки воздуха идут и охлаждает система питания материнки по результатам тестов сейчас его замерю и я надеюсь что будет как минимум не хуже ассасин 3 да кстати подсветка же у него есть я пока не настраивал периодически вот так включается подсвечивается вот такая не напрягающая кому нужно можно подключить кому не нужно можно не подключать будет просто стильный черный кулер что же переходим к самому интересному некоторое время я уже тестирую данный кулер примерно минут 10 уже и температуры можно сказать идентичные ассасин 3 те же самые 63 градуса вот эти то было 64 но не суть самое даже 62 самое главное что данный кулер не хуже чем ассасин 3 однако он значительно компактнее не имеет проблем с оперативной памятью высокой в большее количество корпусов влазит охлаждает совсем не хуже и более того у него нормальный металлический backplate кстати давайте уточним результат не результат на каком процессе это же все происходило забыл совсем рассказать это райзен 3 700 x без разгона на полностью заводских частотах температура время тестирования было 24 с половиной градуса влажность 26 ну влажность конечно не важно самая главная температура 24 24 6 даже уже вот просто разен 3 700 и 24 с половиной градуса в материнке в биосе что на ассасин что на и из 500 настройки не менялись все идентичное отсюда могу сделать вывод если вы хотите эффективный кулер который не будет мешать установке оперативки с большими радиаторами в то же время поместится в практически любой нормальный корпус они эти тоненькие там которые там 164 ну может быть туда поешь по местнице поэтому я его настоятельно рекомендую к покупке лучше брать версию с 500 плюс сразу две вертушки если мало ли 1 вам не нужно ну можно поставить там наверх корпуса сзади корпуса на выдув с 500 обычную можно и и но там охлаждение будет на пару градусов похоже на этом все с вами был александр подписывайтесь ставьте лайки будут новые видосы с железкой до свидания все с вами был александр Students ну hä это ну что все Продолжение следует...